Всем доброго здоровья! Планирую сделать вот такой двухкорпусный плуг. Вот кое-что настягивал уже. Вот это старинного конского плуга. Тяга или как ее правильно назвать не знаю. Вот, вал для плуга с регулировкой буду делать вот с этого кардана и вот чулок с моста Жигулевского. Буду кусок вырезать, сюда одевать на этот кардан, чтобы оно крутилось, регулировалось. Отрезал кусок кардана для вала плуга. Пчулок отрезал вот это кольцо. Вот оно здесь было, толстое кольцо. И как оказалось, этот пчулок слишком свободный. Свободный будет на этом валу, в будущем валу. И вот нашел трубу. Трубу. Вот она как раз, не с той стороны. Вот, она как раз нормальная. И этот вал будет поворачиваться в этой трубке. Ну, а сюда будет стойка приварена. Усиливать этот вал буду таким способом. отрежу полуось. Набью профильную трубу. И вот таким образом усилию обварю. Набил я кусок полуосьи в профильную трубу. Небольшую фаску сделал. Небольшой вырез для сварки. И вот в кардане прорезал вот такую дырку. И там буду сваривать вот это усилие с этой части кардана. Приварил вот этот вал полуось. Вот в этом месте. И вот так вот обложил его сначала профильной трубой. И вот еще две полоски добавил. Ну и сейчас надо вот это все обварить. обварить, а затем вот еще валик приваривать надо будет. где-то так примерно. Чтобы эта сторона была выше этой для регулировки. Вал готов. Вот он, тот самый вал, на котором будет подниматься и опускаться плуг. перемещаться влево-право и выравниваться влево-право. Вал плуга будет навешиваться на тяги навески. На нем, на этом валу будет перемещаться плуг влево-право. А также, а также, будет выравниваться влево-право. Будет выравниваться влево-право на вот этом эксцентрике. Когда его наклонить вот эту сторону, плуг повернется влево. Когда в обратную сторону, плуг повернется вправо. вот таким способом, на этом эксцентрике. Еще дополню. Сейчас трактор в борозде. Пообразно. Правое колесо в борозде. Левое на непаханом грунте. А плуг получается вертикально ровно земли. За счет, за счет вот такого вала. Если бы он был ровный, вот в таком положении, да? Ровно, на одном валу. Значит, плуг наклонился вот так. И чтобы ее выровнять, надо было удлинять вот эту стойку. Удлинять ее надо вот таким образом. Ну, за счет такой конструкции, вот эти тяги получаются на одном уровне. Стойки одинаковые. Если сейчас глубина образно где-то 18 сантиметров получается. А вдруг придется углубиться где-то еще на пару сантиметров, то уже можно регулировать вот этими стойками или стойками. Ну вот, вроде бы и все об этом вале с регулировками. Вот и все, что касается вала для двухкорпусного плуга. Продолжение о плуге в следующем видео. Всем удачи!